6 апреля север Волгограда оказался словно в кольце огня. Во власти стихии поселок Верхнезареченский. Когда сильный ветер в считанные минуты разнес пламя сразу на несколько домов, стало понятно, что это не рядовой пожар, а чрезвычайное происшествие. Пять семей остались без крыши над головой. Их дома выгорели полностью. В 15 часов поступил сигнал о пожаре в трактозарватском районе города Волгограда. Изначально было горение жилого дома и сухого камыша на площади 20 гектар в овраге, прилегающем к жилым домам. Тушение пожара осложнялось сильным ветром и наличием плотной застройки в данном районе. Всего в огне пострадало 5 строений. Силой и средства РСЧС, группировка в целом была 31 единица техники, 82 человека личного состава. Волгоградцы помогали пожарным как могли. Из домашних шлангов проливали территорию между участков, создавая тем самым полосы безопасности, преграждающие путь огню. Местные жители активно бросились помогать соседям, чьи дома оказались во власти огня. Открывали путь для пожарных в труднодоступные очаги. Спасали детей. Такое крупное и опасное возгорание в населенном пункте удалось потушить благодаря совместным усилиям и оперативным действиям. Накануне полицейские регионального главка назвали предполагаемых поджигателей. В ходе проведения проверки полицейские установили, что первоначальной причиной пожара, а к такому же выводу пришли и специалисты МЧС, стало неосторожное обращение с огнем. В результате инспекторами ПДН и оперативниками были установлены двое 12-летних школьников. Опрошенные в присутствии родители мальчики рассказали, что днем они гуляли в балке и разводили костер. Когда огонь от него перекинулся на камыши, подростки попытались самостоятельно его затушить, но ветер быстро распространил пламя по всей территории. Испугавшись, они убежали, не сообщив о случившемся никому из взрослых. Полицейскими в отношении родителей, которые не обеспечили контроль за своими детьми, собраны материалы. Проводится дальнейшая проверка. Продолжение следует...